Искусство управления миром Бронислава Виногродского Тысячелетний опыт китайских мудрецов и правителей Книга – это особый жанр Это, по сути дела, оформленный в другом виде Все-таки тот же самый Лао Цзи Который переписан у человека, который хочет управлять своим миром Потому что никаким другим миром управлять нельзя И невероятно важно создать правильные представления об этом мире Которые невозможно создать, если не создать правильные представления о самом себе Здесь в каждой главе по три части Одна часть соответствует человеку, который управляет своими состояниями Вторая часть – тому же самому человеку, который управляет своими действиями И третье – это посвящено человеку, который управляет обстоятельствами. Это в этой же последовательности мастер творческих состояний, мастер осознанных действий, мастер управляемых совпадений. Это три аспекта личности каждого человека, потому что управлять обстоятельствами можно только в соответствии с концепцией этой книги, только через управление своими состояниями. Любые другие способы управления миром, по крайней мере, вредны для вашего здоровья. Опять я вот на любой точке открываю эту книжку и читаю. На пути управления обстоятельствами следует знать, что каждое воздействие состоит из двух равнозначных частей. Одна часть состоит в знании цели, а другая является руководством к действию. Потому, осознавая наличие доблости и храбрости в действиях, учитывая наличие трусости и робости в своей природе. «Тогда состояния станут сосудом для вызревания совершенных замыслов» или вот в любом другом месте. Правильное состояние проходит через пространство ума в данный миг, проявляя задачи и цели, которые он должен достичь. В этом случае появляется осмысленность действий. И, собственно говоря, любую из фраз вообще этой книги в любом месте можно брать и делать цитатой, лозунгом дня и так далее. Поэтому стоит, несомненно, читать и пользоваться практически для управления собой. И книга, конечно, предназначена всем, кто хочет глубже к себе разбираться, не теоретически, но практически. Искусство управления миром.